Знаете, вот сейчас я вливаю уже вторую баночку. Честно говоря, немножко странновато, потому что у меня просто вода с лимонной кислотой сливалась более ржавая, чем с вот этим средством. Всем хай, друзья! В этом видео будет конкурс, так что обязательно досмотрите его до конца. Это видео будет интересно. Вы знаете, что я столкнулся с проблемой, что у меня постоянно течет ржавая вода из радиатора. Я не могу его отмыть до сих пор. Вот уже я его мою второй месяц. Я постоянно читаю ваши комментарии, постоянно на них отвечаю. И вот один из комментаторов, такой как АХТ-3-8, написал, что почему бы тебе не залить промывку лавр. Одна из них кислотная баночка, двухкомпонентная промывка, вторая щелочная. И там все очень хорошо вымоет. Я все-таки подумал, почему бы мне не попробовать. Все-таки это намного дешевле, чем покупать новый радиатор. И в этом видео вы увидите, что же все-таки получилось. Поехали! Привет, друзья! Извините за эти ночные съемки. Значит, если вы помните, я и лимонную кислоту вливал, и кока-колу вливал, и просто водой чистил. В общем, ничего не помогает. Через пару дней вода становится опять какой-то ржавой, как будто я ее не чистил, просто повесится. И я все-таки раскошелился и приобрел себе полную очистку от лавр, системы охлаждения. Это не реклама, к сожалению. Я бы с удовольствием рекламировал, сам бог велел, как говорится. Ну и машина позволяет экспериментировать. Значит, в чем состоит вот эта система очистки? Тут есть две баночки. Первая баночка, она, значит, очиститель от накипи и ржавчины. То есть мы сливаем старый антифриз, а в моем случае это вода, заливаем вот эту штуку, наполняем, значит, наш радиатор чистой водой, то есть как бы разбавляем, и 30 минут ее кипятим на холостых. Но в моем случае я не буду на холостых, я буду ездить на этой штуке 30 минут. Как говорится, немножко нарушу технологию, но тем не менее я знаю, что лучше промоется. Потом это сливаем, то есть это подготовка ко второму этапу. А второй этап, он как раз-таки и нужен для одоления масла и продуктов разложения антифриза. И говорят, что это очень хорошо поможет очистить и от ржавчины не останется и следа. Но я на самом деле очень мало верю, если действительно эта система поможет, я вам скажу честно и вам буду рекомендовать. Потому что у меня уже просто засран радиатор так, что я уже просто не могу, пацаны. Заливать антифриз сюда чистый просто нет смысла, он становится рыжий. И поэтому я раскошелился. Это для меня стало, ну там, со скидками через знакомых, там, 7,5 долларов. Для вас, наверное, будет 10. Но суть не в этом. Если это поможет, значит, будет супер. И сейчас я остановился в частном секторе, нашел первую попавшуюся колонку. Пойду налью в бутылку воды и буду заливать и смотреть. Вот, давайте посмотрим, как я и говорил. Вот буквально несколько дней менял воду. И вы видите, она полностью из прозрачной превратилась в какой-то апельсиновый сок. То есть, и вот такое происходит каждый раз. Я уже мою порядка месяца и ничего не помогает. Так что сейчас будем сливать это все и надеяться на чудо. Пахнет березовым соком такой. Вот, и наполняем дальше весь бачок водой. Так, ну что, друзья, наше средство поработало. Я ему дал поработать намного больше, чем просто на холостых. Я, помимо того, что проехался на нем полчаса, я оставил его на ночь постоять. Потом еще проехал сейчас. И сейчас мы посмотрим, что же все-таки там в этом расширительном бачке. Смотрим, смогло ли оно очистить хотя бы что-то. Так, ну что, открываем расширительный бачок и смотрим. О боже! Реально какой-то мазут. А раньше была чистая вода. Но я, в принципе, не удивлен, потому что именно такая вода у меня каждый день выливается из моего радиатора. Поэтому, ну, давайте будем считать, что это средство работает. Сейчас мы сольем это и зальем уже вторую баночку, второй шаг нашей очистки. Знаете, вода сливается достаточно чистой. Я, честно говоря, удивлен. Я думал, что она будет хотя бы немножко грязная, но она чистая. У меня уже вызывает сомнения. Знаете, вот сейчас я вливаю уже вторую баночку. Честно говоря, немножко странновато, потому что у меня просто вода с лимонной кислотой сливалась более ржавая, чем с вот этим средством. Но ничего, посмотрим. Так, ну что, заливаем, короче, вторую баночку. Это уже синенькая такая у нас. Я думаю, что стоит поездить хотя бы часа четыре на ней, для того, чтобы она действительно нормально поработала. Потому что у меня уже, честно говоря, определенные сомнения по поводу вот этой штуки. Потому что вода сливается чище, чем когда я использую лимонную кислоту. Даже чище, чем когда я использовал кока-колу. Так, ну что, на второй заливочке я проездил уже часа три. О май гад! Какая она черная! Ну, сразу видно, что она поработала, конечно, получше. Сливаем ее. Сейчас мы просто зальем чистой воды и поездим еще на чистой воды. И еще дополнительно промоем систему. Ну да, черноватенькая такая. Ох, бедный ты мой радиатор! Сколько же в тебе говна! Вот, смотрите, жижа такая. Это уже вторая сливка. То есть я залил еще воды, поездил, еще залил. А вот, и сейчас вот вода все равно черная. То есть это говорит о том, что, в принципе, наверное, средство работает. Но мне, конечно, очень сложно на своем примере показывать это средство. Потому что мой радиатор получил звание самого засранного радиатора в мире. Поэтому, как бы, может быть, с вашим, конечно, это будет хорошо. Но я так понимаю, что мне одной порции этого зелья точно не хватит. Поэтому, ну что, работает? Конечно, работает. Но, то есть, для моего радиатора это маловато. Притом, я смотрю, что тут у нас начали появляться какие-то подпотевания. А это говорит уже, наверное, о том, что, в принципе, мои все эти дела особого значения, наверное, уже иметь не будут. Потому что надо будет уже менять радиатор в целом. Ну что, друзья, нельзя сказать, что лавр или еще какие-то другие промывки не работают. Но факт остается фактом, что до сих пор из радиатора выливается ржавая жидкость. И одна проблема вот этих всех покупных систем очистки в том, что они очень мягкие. То есть они сделаны, чтобы не навредить двигателю. А уже о результате, ну я не знаю, вы можете судить сами именно по вашей машине. Ну и потом я начал получать вот такие вот комментарии, которые говорят о том, что двигатель, блок двигателя дает ржавчину, пока ты заливаешь воду. И я начал потихонечку задумываться. Далее со мной списался подписчик из Греции. Такой же, как и мы, любитель старых Мерседесов. Он рассказал и показал свой гараж из Мерседеса 202 и 210. И он сказал несколько очень-очень интересных мыслей. Сейчас я хотел бы с вами поделиться, почему все-таки гонит ржавчину из моего радиатора. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить самого Савваса. Саввас, это личный апелл для вас. Спасибо за вашу совет. И я буду радовать вас поддерживать в будущем. Пожалуйста, я говорю из моего сердца в английском. Он сказал то, что блок цилиндров сделан из чугуна, головка сделана из алюминия. И вот эта разница металла и дает именно то, что гонит вот эту ржавь. Он сказал, чтобы мы использовали G05, оригинальный антифриз, синий, именно фирмы Xenex. Я вам поставлю фоточку. Можно и посмотреть. Они сделаны под специальной технологией, которая не гонит ржавчину. Это раз. Второе, он сказал то, что чтобы я сделал определенный эксперимент, это завел мотор, взял мультиметром, померил на двигатель, кинул минус, а плюс кинул на центр радиатора или хладагента. И он сказал, если там есть хотя бы 2 вольта, то это очень плохо. Потому что создается как бы электрогидролиз. Под воздействием электричества начинается, именно ускоряется коррозия. Коррозия даже алюминия. И я начал потихонечку разбираться в этой теме. Я нашел интересную статью. Я ее скину в описании к этому видео. Значит, там сказано то, что если находятся разные металлы, а у нас именно головка блока цилиндра из алюминия, а блок двигателя из чугуна, то есть более активный металл, контактирует с менее активным металлом, и более активный металл, за счет разницы потенциалов, почитайте, это усиливает именно свою аэризационную реакцию. То есть таким образом он быстрее коррозирует. Именно из-за того, что даже просто 2 металла находятся там рядом. Но еще плюс, представьте, если туда добавить электричество, помимо того, что сами 2 металла, они имеют электрохимическую реакцию, там гидролиза, то еще если добавить, к примеру, блуждающие токи, то есть именно за счет блуждающих токов, за счет плохой массы или там еще чего-то, то есть усиливается эта реакция именно гниение, и все выгнивает намного сильнее. И на самом деле это достаточно очень серьезная теория, нельзя к ней относиться именно наплевательски. Я буду проверять эту теорию, и скорее всего, все-таки я заливаю воду, вода имеет различные примеси, соответственно, она еще так же усиливает гниение, все-таки усиливает коррозиционные реакции в самом радиаторе. Поэтому, друзья, ну что я могу, какой вывод сделать, чтобы вы никогда не заливали воду, чтобы вы использовали хороший, правильный антифриз прежде всего, ну и использовать какие-то промывки или не использовать, это дело ваше. Но я хочу сказать, что Мерседес, к сожалению, подкачал с разницей вот этих вот металлов, и возможно там же прокладка как-то прогнивает, а за счет этого и пропускает у некоторых людей из блока антифриз, приходится менять прокладку. Это возможно, 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 такие теории, которые я сам по себе додумал, но я думаю, что они недалеки от истины. Большое спасибо Савусу. И он сказал, что в Греции очень-очень медленно гниют наши Мерседесы, они практически не гниют. Можно завидовать, можно завидовать грекам. Что я могу сказать? Я более чем уверен, что у вас есть много мыслей, которыми вы хотели бы поделиться по поводу моей теории, теории Савуса, вот почему происходит гниение наших автомобилей. Поэтому, пожалуйста, напишите то, что вы думаете в комментариях. Очень будет интересно с вами подискутировать на эту тему. А сейчас подходим именно к нашему конкурсу. Я увидел, насколько вы меня поддерживаете, насколько вы хотите, чтобы я восстановил свой Мерседес и делом, и словом, и на стримах поддерживайте, и советами, и в комментариях. Поэтому я решил вам сделать небольшой, как говорится, презент от себя, от моего канала, благодарность. У меня появились вот такие различные наклейки с нашим логотипом Автодок, нашей собакой с гаечным ключом в зубах, и вот такие дырявые Мерс, и Автодок ТВ, которые вы можете клеить. Я на кепку наклеил, как видите. И, конечно же, особенно они, прежде всего, предназначаются для того, чтобы клеить их на автомобиль. Они не смываются, не выцветают, и не боятся мойки. Конечно, мне бы хотелось, чтобы вся страна, весь мир ездил на автомобиле с наклейкой вот с такой резвой, дерзкой собакой, которая готова починить свою машину своими руками, несмотря ни на что. Ну и, конечно же, вопрос, как же получить эти наклейки? И поэтому, друзья, для вас конкурс. Условия конкурса таковы. Необходимо. Первое. Быть подписанным на канал Автодок. Второе. Поставить лайк этому видео. Третье. Сделать репост этого видео в любую социальную сеть, которая вам нравится. И четвертое. Написать в комментариях любое сообщение обязательно со ссылкой на ваш аккаунт в какой-нибудь социальной сети, для того, чтобы при выигрыше было удобно с вами связаться и отправить почтовым переводом вот эти великолепные наклейки, друзья. Прямо буду сидеть. И вот на почте заполнять именно ваш адрес к вам придет в любую часть мира именно письмо от меня голубями. Я не знаю, чем. Как по старинке. Как в 19 веке. И первые три счастливчика будут выбраны рандомайзером автоматической программы, которая будет автоматически выбирать, сортировать комментарии. И первые три счастливчика смогут получить комплект наклеек, которым вы сможете обклеить свой холодильник, свой мобильный телефонник. Но самое приятное будет, конечно, если вы наклеите ее на свой собственный автомобиль. Ну а для тех, кто живет в Минске, для вас вообще очень просто. В любом месте, где вы увидите мою машину и меня за рулем, сразу стопорите все движение, открываете окна и говорите Эээ, здорово! Картавая борода, гони наклейку. Я с удовольствием с вами поделюсь наклейкой, с удовольствием с вами пообщаюсь. Это моя работа развлекать вас, показывать вам классный дельный контент, а ваша работа кайфовать и получать удовольствие. И опять же хочу подчеркнуть, участвуют абсолютно все. Неважно в каком городе либо стране вы находитесь, обязательно нужно выполнить четыре условия. Быть подписанным на канал, поставить лайк этому видео, сделать репост этого видео таким вот образом в любую социальную сеть, которая вам нравится, и написать комментарий с ссылкой на ваш аккаунт в любой социальной сети, чтобы вас удобнее было найти. Потому что если вы не подпишете и не сделаете комментарии, то таким образом рандомайзер не сможет выбрать именно вас. И эти прекрасные наклейки прилетят к кому-то другому. Ну что, друзья, желаю вам удачи. Конкурс объявляю открытым. И результаты розыгрыша будут в следующей серии видео. 9 июля в понедельник. Заходите на канал и узнаете, возможно, именно вы выиграли вот эти великолепные наклейки. Эй, дружище, а что ж ты ржавый такой? Видно, гальваническая коррозия тебя тоже зацепила. Субтитры сделал DimaTorzok